Здравствуйте, ребята! На связи ваш преподаватель Химий Богданчакин. И в этом уроке мы с вами разберемся с заданиями номер 7 из сборника Добротина. Значит, я взял за основу сборник Добротина 2024 года, взял оттуда все седьмые задания и представил их у вас на слайде, ну, на каждом слайде. Это первая часть данного урока, потому что у нас всего 30 заданий, решать мы их будем достаточно долго. Вот, поэтому это первая часть, где у нас будет 15 заданий, которые мы подробно разберем. Конкретно разберем все возможные реакции, которые лежат в основе плюс. Самое главное, разберемся с лайфхаками, которые помогают решать задание номер 7 достаточно быстро. Переходим непосредственно к условиям. Значит, у нас первый вариант сборника Добротина. Нам нужно установить соответствие между формулой вещества и реагентами, с каждым из которых это вещество может взаимодействовать. Немножечко про условия задания. Значит, здесь нам нужно, например, гидроксиду алюминия подобрать такой ряд веществ, в котором все три вещества с ним взаимодействуют. То есть, если хотя бы одно вещество с ним не реагирует, весь ряд мне не подходит. Например, я точно знаю, что азот не взаимодействует с амфатерными гидроксидами, следовательно, одно вещество не подходит, весь ряд я больше не рассматриваю, даже если с другими веществами есть реакция. Мне нужно, чтобы было попадание три из трех. Давайте смотреть, с кем еще не может взаимодействовать амфатерный гидроксид. Амфатерные гидроксиды, они, как и все гидроксиды, не взаимодействуют с кислородом. Вот. А также амфатерные гидроксиды не вступают в реакцию с солями, потому что это нерастворимые в воде гидроксиды. В реакционного обмена с солями вступать не будут. Остается первый вариант, в котором у нас есть одно основание. С основаниями наш амфатерный гидроксид взаимодействует. В растворе у нас образуется комплексная соль. Ну, то есть здесь гидроксид алюминия выступает в роли кислоты, если реагирует с основанием. Образуется тетрагидроксоалюминат бария. Либо при сплавлении мы можем получить среднюю соль алюминат бария. Если мы говорим про реакции с кислотами, то с кислотами амфатерный гидроксид ведет себя как основание. Основание плюс кислота, соль и вода. Следовательно, мы здесь получим алюминий, хлор 3, алюминий, ее 3 и воду. Ну, то есть с одной кислотой хлорид, с другой кислотой и едит. Значит, нам подошел вариант под номером 1. Мы можем переходить дальше. Водород. Водород это простое вещество, не металл. Нам нужно вспомнить, с кем взаимодействует водород. Обычно водород взаимодействует с простыми веществами. То есть у нас, например, водород точно не взаимодействует с кислотами, где уже есть водород. Поэтому мы отметаем спокойно первый и пятый вариант. Мы видим гидроксиды. С гидроксидами также водород не взаимодействует. Водород не взаимодействует с солями. Ну, только с сульфатом каким-нибудь может взаимодействовать. Поэтому все соли также отметаем. Остается вариант под номером 4. Значит, у нас в случае с азотом у нас образуется аммиак, а в случае с натрием и калием образуются такие специфичные бинарные соединения. Они называются гидридами. Здесь водород проявляет степень окисления минус один, и данные соединения не являются солями. Они являются бинарными соединениями, они в воде неустойчивы, и гидролизуются в воде на гидроксид и воду. Значит, вот такие вот интересные соединения. Значит, у нас простое вещество взаимодействует с простыми веществами, сложные, как правило, взаимодействуют со сложным. То есть тут как бы подобное к подобному. Дальше. У нас есть кислотный оксид СО2. Это кислотный оксид, потому что оксид образованный не металлом. У серы здесь степень окисления плюс 4, не высшая, можно доокислить. Смотрю, раз уж это кислотный оксид, значит все, что связано с кислотами, нас не устраивает. Все, первый, пятый вариант отмели. Что у нас остается? У нас есть вот тут второй вариант, гидроксид натрия. Значит, с гидроксидом натрия у нас есть взаимодействие. Значит, основное плюс кислотное мы получаем соль и воду. Значит, мы получим соль сернистой кислоты, сульфид и воду. Кислородом сера также окисляется. Эта реакция, правда, каталитическая, но все равно протекает. В присутствии оксида в анадея 5 мы получим оксид серы 6. Данная реакция возможна из-за того, что в оксиде серы 4 степень окисления плюс 4 у серы. Она не высшая, и мы эту серу можем доокислить кислородом до плюс 6. Поэтому здесь с кислородом есть взаимодействие. Ну и гидроксид бария это тоже основание. По аналогии с гидроксидом натрия у нас образуется соль, сульфид бария и вода. Поэтому здесь нам подходит вариант под номером 2. Давайте переходить уже к четвертому варианту. Здесь у нас сульфат калия. Сульфат калия это у нас соль. Если вы видите соль, то обычно дело касается реакции ионного обмена каких-нибудь. Давайте смотреть, какие варианты тут могут быть. Но тут уже просто по порядку пройдемся. Значит у нас с гидроксидом бария возможно реакционного обмена. Значит давайте напишу сульфат калия с гидроксидом бария. Вступает в реакционного обмена соль плюс основание. Мы получаем новую соль. И в таблице растворимости сульфат бария обозначен буквой N. Значит он нерастворимый. В ходе рио выпадает осадок. Следовательно такая реакция протекает. Хорошо. Давайте дальше смотреть. H-хлор. С H-хлор у нас что возможно по ионному обмену? Новая соль, новая кислота. Но все вещества в правой части растворимы. У нас нет ни осадка, ни газа, ни слабого электролита какого-то. Например серная кислота это сильная кислота. Поэтому с соляной кислотой у нас нет реакции. Соответственно весь ряд я уже дальше перестаю рассматривать. Дальше смотрю. С гидроксидом натрия у нас также нет никакой реакции. Значит у нас по принципу обмена образуется сульфат натрия растворимый и гидроксид калия растворимый. Все растворимое реакция не протекает. Отметаю. Все, значит что у нас остается? Третий вариант. Нитрат стронция. Значит если я возьму сульфат калия и нитрат стронция, то у нас реакция в обмена протекает. То есть мы получим здесь стронций СО4. Это осадок. Ну и дальше у нас продукт будет калий-НО3. Хорошо. С ним реагирует. Дальше нитрат свинца точно так же взаимодействует, как и нитрат стронция. У нас в осадок выпадает сульфат свинца. Ну и точно так же сульфат калия может взаимодействовать с бромидом бария. Барий-бром-2. Здесь у нас в осадок уже выпадает сульфат бария. То есть во всех трех реакциях с тремя солями у нас выпадает осадок какой-то. То есть сульфат стронция или сульфат свинца или сульфат бария. Все три соли взаимодействовали, значит, здесь третий вариант безоговорочно нам подходит. За это задание мы получили два первичных балла, два из двух. Если бы у нас был вариант ответа какой-нибудь 1, 4, 5, 3 или там какой-нибудь 1, 2, 2, 3, ну, то есть у нас бы только три цифры из четырех совпадали, то за это мы бы получили один балл. А если уже только две цифры совпадают, то есть они стоят в нужном месте, то это уже ноль. Вот, поэтому здесь хотя бы один балл можно вытащить, если, например, три из четырех верно подберете. Переходим к следующему заданию. Следующее задание у нас вот такое. Нам опять же нужно установить соответствие между формулой вещества и реагентами, с каждым из которых это вещество может взаимодействовать. Значит, у нас есть оксид хрома-3. Это амфотерный оксид. Значит, с кем может взаимодействовать амфотерный оксид? Амфотерные оксиды все, сразу скажу, они не взаимодействуют с водой. То есть с водой не реагируют. Почему? Потому что амфотерным оксидом соответствуют амфотерные гидроксиды. А все амфотерные гидроксиды, они в воде нерастворимы. Какой-нибудь оксид металла может взаимодействовать с водой, если образуется растворимое в воде основание. Ну, или растворимый в воде гидроксид. У нас все гидроксиды амфотерные нерастворимы, соответственно, все амфотерные оксиды с водой не взаимодействуют. Соответственно, все, что связано с водой, отметаем. Значит, первый, пятый вариант мне не нравится. Смотрю, что здесь. Также у нас амфотерные оксиды не взаимодействуют с солями. Ну, то есть единственная соль, с которой может взаимодействовать амфотерный оксид, это какой-нибудь карбонат, то есть только с карбонатом могут взаимодействовать, или с сульфитами, там будет реакция замещения. Здесь я смотрю нитрат, здесь силикат, бромид серебра, не подходят варианты. Остается вариант под номером 4. Здесь есть основание, два основания, одна кислота. Значит, с основаниями при сплавлении, например, мы можем получать средние соли. Здесь оксид хрома будет выступать в роли кислоты, в роли чего-то кислотного. И мы получим хромид, калия и воду. Если я возьму гидроксид натрия, то я получу хромид натрия, натрий хрома-2 и воду. А если я возьму ажбром, то здесь уже будут основные свойства нашего оксида. Он же амфотерный, амфотерный тот, кто совмещает в себе кислотное и основное. Соответственно, здесь уже будет себя как основание вести, поэтому образуется бромид хрома-3 и H2O. Все, значит, здесь у нас прям четвертый вариант точно подходит. И смотрите, у нас здесь в варианте В есть амфотерный гидроксид. Амфотерные гидроксиды у них такие же свойства, как у амфотерных оксидов. То есть они не реагируют с водой, например. Точно не взаимодействуют. И они взаимодействуют либо с чем-то основным, либо с чем-то кислотным. Здесь у нас есть гидроксид натрия. Мы можем в растворе получить комплексную соль, тетрагидроксоцинкат. Либо просто цинкат при сплавлении. С гидроксидом калия тоже образуется комплексная, либо средняя соль. Она вот так вот будет выглядеть, средняя соль. А с кислотой у нас будет, у нас уже у гидроксида цинка будут основные свойства. Соответственно, мы получим соль и воду. Значит, здесь у нас тоже подходит вариант под номером 4. Цифры могут в задании номер 7 повторяться. Поэтому здесь я вижу, что там амфотерное, что там амфотерное. Ну и из-за того, что у них одинаковые свойства, им один вариант и подошел. Другие варианты здесь уже не подходят. Можете перепроверить. Например, с солями не будет взаимодействия точно так же. Мы придем к варианту под номером 4. Смотрю, что у нас еще есть. Давайте, что попроще возьму, кальций. Значит, кальций – это металл активный. Активные металлы с чем не взаимодействуют? Они не реагируют с основаниями. Поэтому все варианты с основаниями мы можем вычеркнуть. Вот так. Остаются два варианта. Металлы не взаимодействуют с металлами. То есть металлы могут только с неметаллами взаимодействовать. В третьем варианте есть медь. Поэтому третий вариант я тоже отметаю. Остается пятый вариант. Давайте его проверим. Металл кальций с неметаллом азотом образует бинарное соединение нитрит кальция. По свойствам чем-то похоже на гидрит. Ну, тем свойством, что оно гидролизуется. Также кальций активно реагирует с водой. Активные металлы хорошо взаимодействуют с водой, вытесняют водород. И при этом у нас выделяется водород. Что у нас еще? Кислород. Металл с неметаллом у нас образуется какое-то соединение. С кислородом образуется оксид. Все, значит, здесь у нас вариант под номером пять подошел. Все пять, все три вещества взаимодействовали с нашим кальцием. Ну, и теперь смотрим на хлорид аммония. Хлорид аммония – это у нас соль. Значит, подозреваем реакции ионного обмена. Соли, которые в воде растворимы, ну, то есть, те, которые в таблице растворимости обозначены какой-то буковкой R, N или M, они не реагируют с водой. То есть, у нас есть несколько солей по типу там сульфида алюминия, которые могут гидролизоваться водой. Но это не тот случай, поэтому тут мы воду отметаем. Что у нас остается? Есть второй вариант – нитрат серебра, гидроксид калия, гидроксид кальция. Давайте рассмотрим. Соль плюс соль. Значит, аргентум пойдет к хлору, у нас выпадает осадок. Аммоний идет к NO3. Значит, мы получили еще новую соль. Значит, у нас в ходе реакционного обмена выпал осадок. Значит, такая реакция протекает. Дальше с хлоридом аммония вступает в реакцию гидроксид калия. Здесь калий пойдет к хлору, OH пойдет к NH4. У нас получится гидроксид аммония непрочный, который сразу же распадается на газ и воду. В ходе реакции у нас выделяется газ, следовательно, такая реакция ионного обмена протекает. Ну и аналогично у нас также с гидроксидом кальция существует реакция. То есть, если вы видите ион аммония, на него качественная реакция это реакция с основаниями, реакция с щелочами. Поэтому, если вы видите в варианте щелочи, значит, скорее всего, такой вариант нам подойдет. Значит, у нас опять же образуется газ, вода и кальций хлор-2 в данном случае. То есть, реакция протекает с выделением газа, вторая, третья, соответственно, такая реакция ионного обмена протекает. Поэтому здесь ответ 2. Заработали 2 первичных балла, мы можем переходить дальше. Значит, дальше, что у нас здесь? Установите соответствие между формулой вещества и реагентами, с каждым из которых это вещество может взаимодействовать. У нас есть сера, оксид кремния, феррум-бром-2 и калий-2-хром-2О7. Значит, начну с серы. Значит, сера это не металл. Значит, не металлы, они не реагируют с кислотами. Ну, то есть, если это не кислота, а кислитель, то есть, кроме H2SO4, конс, и HNO3. Все, значит, тогда варианты с H-йод, H-хлор, H-хлор, H-фтор не устраивают. Остаются два варианта, второй и третий. Значит, сера, она взаимодействует с хлором, образуя хлорид серы-2. Сера реагирует с водородом, образуя сероводород. Окей, смотрим дальше. Тут гидроксид натрия, сера взаимодействует с гидроксидом натрия. У нас образуются сульфиды, сульфиды и вода. То есть, это реакция диспропорционирования. Здесь сера и понижает, и повышает свою степень окисления. Тоже такая реакция есть. Остается проверить, с кем реагирует сера. С нитратом серебра или с азотной кислотой. Вот тут-то мы и просчитались, как говорил Тайлер Дерден. Значит, здесь у нас сера не взаимодействует с солью. Вообще, с солями тоже надо перепроверять еще кучу раз реакции. То есть, там лишь, наверное, малая часть солей может взаимодействовать с серой. А вот с азотной кислотой спокойно взаимодействуют. Значит, сера растворяется в концентрированной азотной кислоте. При этом, это окислительно-восстановительная реакция, где сера повышается аж до плюс 6. При этом, в концентрированной азотной кислоте образуется NO2. В разбавленной NO может образоваться. Плюс H2O. То есть, у нас реакция была с водородом, с гидроксидом натрия и с азотной кислотой. Значит, здесь подошел вариант 3. Дальше смотрю оксид кремния. Значит, оксид кремния – это кислотный оксид. Он не реагирует ни с чем кислотным, кроме H2. То есть, он может взаимодействовать с H2. Реакция там протекает. Давайте смотреть. Значит, у нас HjH4 – минус вариант. HNO3 – минус вариант. H2SO4 – минус вариант. Остается два варианта. Хлор и… Ну, вот здесь вот. Хлор, натрий, OH, аргентума, NO3. Углерод, H2O и натрий, OH. Значит, с хлором не реагирует наш оксид. Значит, остается вариант под номером 4. Давайте его проверим. Значит, вот тут уберу все. Все, что намазюкал. Значит, углерод, он может восстанавливать металлы, а также кремний из их оксидов. У нас образуется простое вещество, которое было в оксиде, а углерод свяжется с кислородами. В избытке углерода образуется угарный газ. Реакция протекает. С плавиковой кислотой также есть взаимодействие, то есть, единственный кислотный оксид и единственная кислота, которые друг с другом взаимодействуют. И здесь у нас образуется бинарное соединение фторид-кремния-4. Либо, если мы возьмем избыток плавиковой кислоты, у нас образуется вот такая вот комплексная кислота. То есть, самое главное, помните, что кремний любит фтор, поэтому оксид кремния может взаимодействовать с аж фтор. Ну и кислотный оксид взаимодействует с основанием. Это у нас соль и вода образуются. Значит, у нас точно реакция протекает такая. Значит, здесь нам подошел вариант какой? Вариант под номером 4. Дальше. Бромид железа-2. Значит, феррум-бром-2. Это соль. Значит, мы прорабатываем возможные реакционного обмена. Но вообще, запомните, все галогениды, то есть, хлориды, бромиды и иодида, они не взаимодействуют с кислородом. Поэтому тут из-за кислорода можно вот этот вариант отмести. Теперь давайте по порядку. Значит, калий-ОН у нас взаимодействует с бромидом. У нас выпадает осадок феррум-ОН дважды. Да, хорошо. Подошел такой вариант. Так, вот это я зачеркну повторно. Значит, это подошло. Дальше. Феррум-бром-2 с H-йод. Здесь реакционного обмена у нас не протекает, потому что у нас образуются растворимые в воде иоди-джелеза-2 и сильная кислота. То есть, ни газа, ни осадка, ни слабого электролита нет. Значит, с H-йод не реагирует. Я забиваю на весь первый ряд. Смотрю на второй ряд. Феррум-бром-2 с хлором. Здесь хлор вытесняет бром из соли. Значит, у нас более сильный галоген вытесняет более слабого. Потому что это реакция замещения у нас здесь такая. Значит, образуется здесь феррум-хлор-2 и бром. А если мы перестараемся, мы можем еще взять избыток хлора. Мы вообще из хлорида-железа-2 можем получить хлорид-железа-3 здесь. То есть, здесь протекает в любом случае окислительно-восстановительная реакция. Дальше. С основаниями у нас спокойно реагирует. У нас выпадает в осадок феррум-OH дважды. Реакция протекает с выпадением осадка. Ну и также реакция с выпадением осадка протекает вместе с нитратом серебра. Здесь у нас уже в осадок, в такой вот бледно-желтый, выпадает бромид серебра. В предыдущей реакции с основанием гидроксид железа был осадком таким вот серо-зеленым. А здесь светло-желтый, такой бледно-желтый, это бромид серебра. По таблице растворимости, если посмотреть, там будет тоже буква N. Соответственно, такая реакция нам подходит. В итоге здесь нам подходит вариант под номером 2. Ну и остается вариант с дихроматом. Значит, дихромат калия – это окислитель. То есть, в первую очередь, мы его воспринимаем как окислитель. Значит, вступает в реакции со всякими восстановителями. То есть, вот с кем-то, с кем может в ОВР вступать. Значит, с кем не может вступать в реакцию дихромат. Но дихромат обычно с кислотами не вступает в реакцию. Именно вот с азотной, с серной кислотой. Потому что это тоже окислители. Окислитель плюс окислитель, ну, никак здесь не вяжется. Поэтому мы можем отмести этот вариант. Давайте смотреть по порядку тогда. Значит, с гидроксидом калия, дихромат калия взаимодействует. Почему? Здесь все обосновывается неустойчивостью дихромата в щелочной среде. Смотрите, есть два соединения хрома, где хром проявляет степень окисления плюс 6. Это дихромат, и он устойчив в кислотной среде. И хромат, калий-2, хром-О4, и он устойчив в щелочной среде. Значит, если мы дихромат внесем в раствор щелочи, то дихромат будет переходить в более устойчивую в щелочной среде хромат. Также существует обратная реакция. Например, хромат, который устойчив в щелочной среде, он в кислотной среде, например, в серной кислоте, перейдет в более устойчивый в кислотной среде дихромат. Ну и тут еще забыл указать калий 2SO4. Все. Значит, здесь у нас с гидроксидом калия есть реакция по-любому. Значит, давайте смотреть дальше. Что дальше? С йодоподородом у нас вступает в реакцию наш дихромат калия. Здесь мне нужна будет таблица растворимости немножечко. Сейчас я ее быстренько себе открою. Так. Значит, что у нас здесь будет? У нас хром в кислотной среде из плюс 6 понизится до плюс 3. Значит, у нас образуется какая-то соль хрома 3. По идее, иедид хрома 3. Но я по таблице растворимости смотрю, что иедида хрома 3 его не существует. Ну, то есть, нет достоверных данных о существовании данного соединения. Следовательно, смотрим, какая ближайшая степень окисления есть в плюс 3. Это плюс 2. Вот иедид хрома 2, он существует. Йод в качестве восстановителя повысит степень окисления до нуля. Также калий надо куда-то деть. Образуется иедид калия. И водород с кислородом образует воду. Аналогичная реакция протекает с H-хлор. То есть, у нас образуется хлорид хрома 3. То есть, обычно хром до плюс 3 понижается. Но просто в случае йода и иедида хрома не существует, который мог бы образоваться. А вот хлорид хрома, если с H-хлор, он существует. Плюс выделяется хлор, плюс образуется хлорид калия, плюс еще H2O образуется. То есть, здесь у нас были две окислительно-восстановительные реакции. Поэтому вариант ответа здесь будет один. Значит, мы успешно выполнили это задание. Теперь можем переходить к следующему заданию. Логично. Значит, смотрим вариант четвертый. Установите соответствие между формулами вещества и реагентами, с каждым из которых это вещество может взаимодействовать. Значит, что у нас есть? У нас есть литий. Литий – это металл. Металл не взаимодействует с другими металлами. Вариантов таких нет. Значит, не реагируют с основаниями. Хорошо. Не реагируют с чем-то основным. У нас есть гидроксид калия, гидроксид бария. У нас есть оксид кальция, тоже не нравится. У нас есть гидроксид лития, не нравится. И что у нас остается? У нас остаются вот эти два варианта. Значит, у нас вода. Значит, литий взаимодействует с водой бурно. У нас образуются литий OH и водород. Литий взаимодействует как активный металл с азотом. У нас образуется нитрид лития. И литий взаимодействует как металл с водородом. У нас образуется гидрид лития. Значит, все три вещества подошли. Вариант под номером 4 я забираю. Сразу скажу, здесь у нас не будет никакого взаимодействия с веществами самими. Если мы говорим про растворы солей, например, вот таких, то литий будет взаимодействовать с водой в этих растворах, а не с самими солями. То есть именно с такими вот солями, как силикат натрия, здесь у нас не будет какого-то вытеснения более активным металлом, менее активного металла. И конкретно данные реакции протекают только в растворе. Даже если представить, что все происходит в растворе, мы карбонат кальция до состояния раствора довести не можем, он не растворим. Все, значит, здесь точно подходит вариант под номером 4. Дальше смотрю, угарный газ. Угарный, реально угарный. Значит, что нам здесь подходит? Это не солеобразующий оксид. Итак, что касается не солеобразующего оксида, то с кем может взаимодействовать угарный газ? Угарный газ может взаимодействовать с металлами, с оксидами металлов средней активности. То есть он выступает обычно в роли восстановителей металлов из оксидов. Также он может взаимодействовать с основаниями, может взаимодействовать с кислородом и водородом. То есть небольшое количество свойств угарного газа есть, поэтому давайте смотреть. С гидроксидом калия, с твердым гидроксидом калия у нас может угарный газ образовать органическую соль калия. То есть это получается формиат калия. Окей, но с кислотами он у нас не взаимодействует, соответственно мы этот вариант отметаем. Далее, что у нас здесь есть? У нас здесь есть во втором варианте оксид кальция. Это уже оксид активного металла, с ним он вступать в реакцию не будет. Кислородом окей, окисляется до углекислого. Хром 2О3 с ним может взаимодействовать. У нас может быть восстановление металла из оксида, то есть образованием хрома и СО2. Но первый вариант не подошел, поэтому мы его отметаем. Значит, вот так, вот так, вот так, вот так. Значит, третий вариант смотрю. Значит, с кислородом у нас угарный газ окисляется до углекислого. С водородом, возможно, куча разных продуктов, поскольку смесь угарного газа и водорода называют синтез газом. И мы можем получить формальдегид, мы можем получить метиловый спирт. Можем в зависимости от катализаторов и соотношения получить муравьиную кислоту. Ну и третий вариант взаимодействия с гидроксидом лития даст нам формиат лития. Все, значит, здесь нам подходит прям третий вариант однозначно. Все, смотрим, что у нас есть для серной кислоты. Серная кислота это кислота, значит, все кислотное мы убираем. Также серная кислота не взаимодействует с кислородом. Ну и вообще, как большинство кислот, с кислородом не взаимодействуют. Также серная кислота не взаимодействует с водой. И у нас остаются реакции ионного обмена с тремя солями. То есть у нас с силикатом натрия, давайте я вот так напишу, образуется осадок вот такой вот кремниевой кислоты. С сульфидом калия вступает в реакцию ионного обмена у нас образуется газ сероводород. И с карбонатом кальция у нас вступает в реакцию серная кислота с образованием углекислого газа и воды. То есть тоже в данной реакции ионного обмена будет образовываться газ. Значит, здесь вариант под номером 5 нам подходит. Ну и остается рассмотреть кислую соль. Значит, кислая соль может взаимодействовать с основаниями, ну и может взаимодействовать с кислотами, поскольку это карбонат. Все-таки гидрокарбонат, хоть это и кислая соль, вступает в реакцию ионного обмена с кислотами, как и карбонаты. То есть у нас водород пойдет здесь каш-со-3, мы получим СО2-H2О, у нас выделяется газ. Ну и натрий-хлор здесь. А вот что касается взаимодействия щелочи, покажу на примере нашего гидроксида калия. Смотрите, все кислые соли взаимодействуют с растворами щелочей. Так, на примере гидроксида калия я хотел показать. Значит, у нас здесь калий, калий, натрий, два разных металла. В общем, самый главный принцип здесь в том, что водород из кислого аниона связывается с гидроксид ионом из щелочи, образуя воду. И дальше у нас остаются два металла и карбонат. Соответственно, мы получим две средние соли. Вот, аналогичная реакция протекает с гидроксидом бария. То есть если здесь у нас будет барий, мы здесь просто получим карбонат бария и карбонат натрия. Поэтому тут ответ один. Два балла за это задание мы получили. Можем идти дальше. Значит, что у нас здесь? Здесь у нас установите соответствие, опять же, между веществами и формулой вещества и реагентами, с каждым из которых это вещество взаимодействует. Начнем с чего попроще. Значит, гидроксид натрия это основание. Значит, основание не реагирует ни с чем основным. Значит, гидроксид, точнее оксид лития нам не подходит. Гидроксид бария нам не подходит. Значит, с кем еще не взаимодействует гидроксид натрия? С кислородом он у нас не взаимодействует. Значит, остаются у нас два вот этих варианта. Значит, давайте смотреть. С хлоридом меди гидроксид натрия вступает в реакционного обмена. Там у нас в осадок выпадает гидроксид меди, голубой осадок, нерастворимый в воде. Вот такой вот гидроксид образуется. Дальше с сульфатом цинка такая же история происходит. Вот здесь обратите внимание, все время схемы реакции записываю, чтобы не тратить время на уравнивание. Значит, вернемся к сульфату цинка. Здесь у нас образуется сульфат натрия и гидроксид цинка. Тоже в воде нерастворимый. Либо мы можем взять избыток гидроксида натрия. Мы получим комплексное соединение, потому что гидроксид у нас образовался амфотерный. И он растворяется в избытке щелочи. И такую реакцию также верно написать, если у нас избыток щелочи. Хорошо. Ну и у нас остается еще кислая соль. Как мы в предыдущем примере, в предыдущем задании с вами рассмотрели, кислые соли взаимодействуют с щелочами. Значит, здесь у нас водород и гидроксиды он связываются. Остаются натрий, натрий, СО3. В данном случае у нас образуется одна средняя соль, карбонат натрия. Значит, все три вещества здесь у нас прореагировали. Значит, нам подошел вариант под номером 4 для пункта В. Все. Значит, давайте мы будем переходить дальше. Дальше у нас кислотный оксид фосфора 5. Значит, это кислотный оксид. Значит, все, что связано с кислотным, нам здесь не нравится. Также кислотные оксиды, да и в принципе оксиды, они не взаимодействуют с солями. Вот, поэтому все варианты с солями мы отметаем. Остается вариант под номером 3. Кислотный оксид реагирует с водой. Значит, П2О5 может взаимодействовать с H2O. То есть кислотный оксид и вода мы переходим в соответствующую кислоту. Оксиду фосфора 5 соответствует фосфорная кислота. Окей. Значит, давайте тут сотру, чтобы не мешало глазу. С основным оксидом также есть взаимодействие, мы получим соль. А с основанием мы получим соль, барри 3ПО4 дважды и воду. Значит, здесь нам подходит вариант под номером 3. Дальше. Железо. Железо это у нас с вами металл. Металлы с кем могут взаимодействовать? Они могут взаимодействовать с неметаллами, могут взаимодействовать с кислотами, могут взаимодействовать с солями, если железо более активно, чем металл в соли. Давайте смотреть. Значит, железо у нас не взаимодействует с нитратом магния. То есть, если мы представим такую реакцию, то в ряду напряжений металлов магний лежит левее железа. Следовательно, магний активнее железа. Чтобы данная реакция протекала, железо должно быть левее, чем магний. Тот, кто левее, вытесняет того, кто правее в ряду напряжений. Здесь такого не происходит, поэтому данный вариант нам не подходит. Смотрим вариант с Купрумесо-4. Значит, железо и сульфат меди. Медь находится правее железа в ряду напряжений металлов. Соответственно, мы можем вытеснить медь из его соли. Все, из ее соли. Значит, мы получили здесь полноценную реакцию. Также железо вытесняет водород из кислоты. У нас образуется хлорид железа-2 и водород. То есть, вот он, водород, вытеснен. Ну и также железо взаимодействует с кислородом. Там конкретно железо непосредственно с кислородом образует оксид железная окалина. То есть, не оксид железа-2 или не оксид железа-3, а конкретно железную окалину. То есть, двойной оксид, где у нас сразу и плюс 2 и плюс 3 степени кисления имеется. Это у нас какой вариант был? Это у нас был вариант под номером 2. Все, значит, вариант под номером 2 мы записали. Теперь нам остается рассмотреть вариант с бромидом кальция. Бромид кальция это соль. Значит, мы надеемся на реакционного обмена. Значит, соль не вступает в реакцию с водой. Значит, не вступает в реакцию с водой. Также не вступает в реакции с оксидами соли. Смотрим, что у нас во втором варианте. Во втором варианте купром-СО4 и кальций-пром-2. Значит, мы получим бромид меди и кальций-СО4. Значит, кальций-СО4 мало растворим. Ну, допустим, такая реакция протекает ввиду образования оксида сульфата кальция. Рассмотрим следующую реакцию. Значит, бромид кальция плюс H-хлор. Мы получаем растворимый кальций-хлор-2 и H-бром. Это уже два растворимых в воде вещества образовалось. То есть, нет слабого электролита. Значит, все, нам этот момент не подходит. Смотрим на четвертый вариант. Купрум-хлор-2 и кальций-бром-2. Значит, пододвинусь так чуть-чуть. Значит, кальций-бром-2. Мы получим бромид меди растворимый и хлорид кальция, тоже растворимый. То есть, ни газа, ни осадка, ничего. Значит, реакционного обмена не протекает. Все, значит, мы отмели вариант. Остается вариант под номером 5. Давайте смотреть, что здесь может быть. Значит, бромид кальция вступает в реакцию с карбонатом натрия. Мы получаем осадок карбоната кальция. То есть, такая реакционного обмена 100% протекает. Натрий-бром. Дальше у нас хлор может заместить бром из соли. Значит, у нас образуется хлорид кальция и бром. Такая реакция протекает. И с фосфатом калия у нас образуется калий-бром. Калий пойдет к брому. А кальций пойдет к фосфату ону. То есть, у нас здесь выпадает осадок. Здесь у нас выпадает осадок нашего фосфата кальция. Все, значит, все три вещества взаимодействовали. Получили ответ 2, 3, 4, 5. Два балла получили. Переходим к следующему заданию. Значит, нам нужно здесь установить соответствие между формулой вещества и реагентами, с каждым из которых это вещество может взаимодействовать. Значит, давайте попробуем начать с чего попроще. Ну, опять же, раствор серной кислоты. Эта кислота, значит, со всем кислотным у нас взаимодействия не будет. Аш-бром мы отмели. Значит, что у нас еще есть? У нас есть уксусная кислота, тоже отметаем ее. С водой не взаимодействует кислота. И также с кислородом, да и, в принципе, с азотной кислотой у нас также нет никакого взаимодействия. Остается вариант под номером 4. Значит, амфотерный оксид цинка и серная кислота. То есть, амфотерный оксид выступит в роли кислотного. Оксид плюс кислота, соль и вода. Реакция есть, реакция есть. Также с основанием кислота взаимодействует, вступая в реакцию нейтрализации, получается соль и вода. Ну и также с силикатом натрия. Значит, натрий-2-силициума-3 вступает в реакцию. Мы получим сульфат натрия. И у нас выпадет в осадок кремниевая кислота, которая нерастворима в воде. То есть, все три реакции спокойно протекают. Значит, для кислоты вариант 4. Великолепно. Дальше давайте смотреть на... Давайте на медь посмотрим. Значит, медь это металл. Значит, с кем может взаимодействовать металл? Значит, медь, она не растворяется в щелочах. Значит, все варианты с щелочью мы отметаем. Медь не взаимодействует с водой. Поэтому весь вариант 2 мне не подходит. Медь не вытесняет водород из кислот. Значит, поэтому вот тут вот пятый вариант нам не подходит. Медь не вытесняет водород, потому что она находится правее водорода. А нам нужны для такой реакции, чтобы у нас водород вытеснился металлом. Металл должен быть левее водорода, более активным, чем водород. Вот, соответственно, здесь не подходит. Остается вариант 3. Значит, медь с кислородом. Это у нас образование оксида меди. Медь с нашим нитратом серебра. Это у нас получается... Серебро менее активно, чем медь. Соответственно, мы получаем вытеснение. У нас один металл вытесняет другой. Круто. Ну и медь растворяется в азотной кислоте. Азотная кислота – это кислота окислителя. Здесь у нас никогда при реакции металла с азотной кислотой водорода не выделяется. Запомните. Здесь окислителем выступает азот. Он окисляет вообще любые металлы. Ну, кроме платина и золота. Именно благородных металлов. Значит, здесь у нас образуется нитрат меди. Азот при этом восстановится до NO2, если это концентрированная кислота. Если разбавленная, то NO, оксид азота-2. И вода. То есть, все, здесь все три вещества взаимодействовали. Значит, для меди выбрали вариант под номером 3. Теперь смотрим. Оксид железа-3. Значит, это амфотерный оксид. Значит, оксиды у нас не взаимодействуют с солями. Вот так, вот так, вот так, вот так. Остается вариант под номером 5. Значит, железо может восстанавливаться углеродом из своего оксида. Мы получаем железо и угарный газ. Либо оксид железа может восстанавливаться угарным газом из своего оксида. То есть, мы получаем железо и уже CO2. Также амфотерный оксид вступает в реакцию с кислотами. Здесь уже амфотерный выступает в роли основного оксида. Основное плюс кислотное. Мы получаем соль, бромид железа-3 и воду. Все, значит, здесь мы увидели, что все три вещества по факту взаимодействуют. Ответ 5. Ну и остается реакция. Реакция с гидрокарбонатом натрия. Значит, с кем не может взаимодействовать кислая соль? Ну, тут проще сказать, с кем может. Ну, с водой не может взаимодействовать. Там, с кислородом не может взаимодействовать. С различными там простыми веществами. Вот. И что нам еще не нравится? Нам не нравится то, что соли взаимодействуют с амфотерными оксидами. Такого. Ну, ладно, здесь с натяжкой еще как-то можно попробовать написать такую реакцию. Здесь прям при жестком сплавлении гидрокарбоната натрия, если прям представить, то аналогичный карбонат может сплавляться с оксидом цинка. Мы получим цинкат и СО2. Ну, поскольку еще здесь водороды есть, тут еще H2O может выделиться. Вот. То есть, в принципе, окей. Здесь я допускаю такую реакцию. С карбонатами, сульфитами амфотерные оксиды реагируют. Амфотерные только, обращая внимание. Но с силикатом натрия у нас не будет реакционного обмена никакой. Поэтому здесь нам этот вариант не нравится. Поэтому остается здесь вариант под номером один. Значит, хлорид алюминия вступает в реакцию с гидрокарбонатом натрия. Он вступает в реакцию совместного гидролиза. Значит, натрий идет к хлору. Мы хотели получить гидрокарбонат алюминия, но потерпели фиаско, поскольку у гидрокарбоната алюминия черточка в таблице растворимости стоит. Соответственно, мы получаем алюминию аж трижды и СО2. С гидроксидом натрия мы получим среднюю соль и воду. А с уксусной кислотой у нас протекает реакционного обмена, где ацетат и он идет к натрию, водород идет к нашему гидрокарбонату. И мы получаем газ и воду. Ну, тут уже такая более типичная реакция у одного обмена. Опять же, все три вещества здесь подошли. Два балла мы получили. Переходим к следующему заданию. Значит, установите соответствие между формулой вещества и реагентами, с каждым из которых вещество может взаимодействовать. Так, интересно, что здесь? Значит, здесь у нас есть хлор, оксид кремния, карбонат калия, феррум-2, СО4 трижды. Ага, значит, мы можем начать в целом с простого вещества. Простое вещество хлор, с кем у нас не может взаимодействовать? Значит, у нас хлор, простое вещество, не взаимодействует с кислородом. Вообще все галогены с кислородом не взаимодействуют. С кем еще не может быть взаимодействие? Не взаимодействует с плавиковой кислотой. То есть, хлор не вытесняет фтор из его соли или из его кислоты. Такого здесь быть также не может. Значит, что еще мы можем рассмотреть? С H-хлор тоже нет никакого взаимодействия. То есть, не вижу здесь какой-либо реакции. Ну, то есть, хлор плюс H-хлор. Ну, кто кого здесь вытеснит? Ну, тоже странно. Так, смотрю вариант под номером 3. Значит, гидроксид лития взаимодействует с хлором. Это у нас диспропорционирование. Значит, мы здесь получим хлорид, гипохлорид лития, ну, либо хлорат лития, если при нагревании, и воду. С иедидом у нас может взаимодействовать наш хлор. То есть, у нас вытесняется йод. Но с хлоридом варя реакция не протекает. Блин, я уже вот надеялся. Значит, остается вариант под номером 5. Значит, с магнием у нас образуется хлорид магния. С сероводородом у нас какая реакция может быть? Здесь хлор может вытеснить серу. Значит, у нас образуются сера и H-хлор. А с водой у нас может быть обратимая, конечно, реакция, но она все-таки протекает. Хлор в воде диспропорционирует с образованием соляной кислоты и хлорноватистой кислоты. Вот, а если данную реакцию, конечно, при нагревании проводить, то можно вообще получить хлор и О2. Ну, то есть, H-хлор и О2. Вот, но это как раз как один из способов того, чтобы сместить равновесие вправо. То есть, при нагревании мы можем, конечно, такое получить. Конечно, реакция не часто встречается на экзамене, но все же обратите на нее внимание. Значит, здесь нам подходит вариант под номером 5. Мы переходим дальше. Значит, оксид кремния 4. Значит, это кислотный оксид. Значит, все, что связано с кислотами, нам не нравится. Раз, два, три. Хоба, хоба, хоба. Не взаимодействует с солями. Вот, остается вариант под номером 1. Здесь у нас есть и кислота, и соль. Расскажу поподробнее. Значит, как мы уже сегодня говорили, оксид кремния 4 может взаимодействовать с плавиковой кислотой и образует что-то типа соли и воды. Но это у нас бинарное соединение образует вторит кремния. Также оксид кремния кислотный взаимодействует с гидроксидом натрия основным. Мы получим также соль и воду. Натрий 2, силициума 3, плюс H2O. И с карбонатом кальция у нас также протекает реакция. Значит, обратите внимание, с карбонатами и сульфитами при сплавлении с твердыми веществами вступают в реакцию амфотерные оксиды, а также оксид кремния. При этом оксид кремния вытесняет углекислый газ из соли, и мы получаем новый оксид углекислый газ и новую соль. В данном случае образуется соль уже кремниевой кислоты, силикат кальция. Поэтому здесь у нас вариант под номером 1 подходит. Дальше, карбонат калия. Значит, карбонаты не взаимодействуют, ну, наверное, с карбонатами, потому что это соль. Мы надеемся на реакционного обмена, на хоть какой-либо обмен. Также с водой не взаимодействуют наши соли. Что у нас остается? У нас остается вариант с H-хлор. Значит, здесь у нас протекает реакция. Значит, карбонат калия взаимодействует с H-хлор. Мы получаем калий-хлор плюс СО2 плюс H2O. Отлично. Значит, здесь у нас вариант под номером... А, нет, надо же еще остальные реакции проверить. Значит, также с карбонатом у нас вступает в реакцию амфотерная оксид алюминия. Он вытесняет углекислый газ из соли, как это делал оксид кремния в карбонате кальция. И здесь мы получаем углекислый газ и новую соль. Алюминат калия. Да. Ну и хлорид кальция у нас вступает в реакцию с карбонатом калия. Это реакционного обмена. Здесь у нас кальций к СО3 подойдет. У нас выпадает осадок. И калий-хлор образуется. Как побочный продукт. Три вещества прореагировали. Второй вариант подходит. Остается у нас сульфат железа-3. Значит, это у нас соль. Значит, с кем эта соль не будет взаимодействовать? Давайте смотреть. Значит, это соль. Она может вступать в реакционного обмена только с растворимыми солями. Карбонат кальция, он нерастворимый. Из-за этого с ним реакции ионного обмена не будет никакой. Дальше смотрю. С H-хлор у нас может образоваться хлорид железа-3, растворимый серная кислота. По реакции ионного обмена, то есть у нас растворимая соль, сильная кислота образовалась. Ни газа, ни осадка, ничего. Второй вариант отметаю. Дальше смотрю. Гидроксид лития. Значит, у нас сульфат железа-3 вступает в реакцию с гидроксидом лития. И здесь у нас реакция соль плюс основание. Литий положительный к сульфату отрицательному идет. ОН отрицательный к железу положительному. Значит, у нас получается феррома аж трижды. Осадок выпал, бурый осадок, все классно. С иедидом калия вступает железо. Три. И у нас должен был образоваться здесь иедид железо-3. Вот как раз про него хотел сказать. Но он не образуется. Значит, калий пойдет к СО4. Но вместо феррома йод-3 у нас протекает окислительно-восстановительная реакция. Железо понижает свою степень окисления. Мы получаем сульфат железа-2. А йод выделяется в виде простого вещества. То есть это у нас ОВР. Ну и дальше с хлоридом бария. Сульфат железа вступает в реакцию, поскольку тут может выпасть осадок сульфата бария. Значит, здесь у нас подходит вариант под номером 3. В итоге ответ 51-23. Два балла получили. Расписались. Пошли дальше. Значит, здесь у нас практически все вещества простые. Значит, у нас здесь есть сера. Значит, сера не взаимодействует с водой. Значит, варианты с водой нам не подходят. Значит, остаются вот такие вот варианты. Значит, сера взаимодействует с хлором. Это у нас образование хлорида серы-2, либо хлорида серы-1. Вот ртуть – это металл. Металл вступает в реакцию с неметаллом, с образованием соли. У нас образуется здесь сульфид ртути. А также водород вступает в реакцию с серой с образованием сероводорода. Ну, то есть, здесь мы собрали все простые вещества. Так, значит, нам подходит вариант под номером 3. Дальше. Барий. Барий – это металл. Значит, металл не реагирует с другими металлами. Значит, алюминий и ртуть сразу пошли вон. Также металлы не реагируют ни с чем основным. Соответственно, с оксидом бария не будет реакции. С оксидом натрия тоже не будет реакции. Остается вариант под номером 2. Значит, барий взаимодействует с бромом. У нас образуется бромид бария. Барий взаимодействует с водой. У нас образуется гидроксид бария и вода. И водород, я хотел сказать. Также барий может взаимодействовать с плавиковой кислотой. То есть, барий – металл левее водорода, вытесняет водород из кислоты. Все, значит, у нас выделился водород. Значит, здесь нам подходит вариант 2. Дальше. Оксид железа 3. Значит, оксид железа 3 – это амфотерный оксид. Амфотерные оксиды не взаимодействуют с водой. Все, дальше смотрим, какие у нас варианты есть. Оксид железа 3 с хлором не взаимодействует. Остается вариант под номером 4. Значит, амфотерный оксид железа 3 выступает в роли основного, когда взаимодействует с соляной кислотой. Основное плюс кислотное мы получаем соль и воду. Значит, у нас образуется ферром хлор 3 плюс H2O. Алюминий – это металл, который может взаимодействовать с оксидами металла в средней активности. Эта реакция носит название алюмотермия. В ней алюминий восстанавливает металлы из оксидов. То есть мы получаем железо и оксид алюминия. Точно так же оксид железа 3 вступает в реакцию с угарным газом. Также восстанавливает металлы из оксидов наш угарный газ. Все, значит, здесь у нас четвертый вариант точно подходит. Остается СО2. Значит, 3, 2, 4 правильно написал. Значит, СО2 – это кислотный оксид. Значит, все, что связано с кислотами, нам не нравится. В первом варианте кислотный оксид, во втором варианте кислота, в четвертом варианте кислота. Смотрю, что у нас остается в третьем и пятом вариантах. Значит, с ртутью не взаимодействуют наши СО2. То есть с металлами СО2 не реагируют, как правило. Ну, конкретно вот с такими малоактивными. Ну и с водородом тоже как бы малоизвестна такая реакция, поэтому здесь точно нет. А вот пятый вариант подойдет. То есть здесь у нас СО2 взаимодействует с водой. У нас образуется обратимая реакция с образованием сернистой кислоты. Дальше у нас основный оксид взаимодействует с кислотным. Основный с кислотным – это соль, сульфид натрия. И пероксид водорода также взаимодействует с СО2. Здесь можно придумать окислительно-восстановительную реакцию. Серо из плюс 4 повысится до плюс 6. Кислород из минус 1 понизится до минус 2. То есть мы здесь можем получить серную кислоту. Вот по такой вот интересной реакции. То есть окислительно-восстановительная реакция, приводящая к образованию серной кислоты. В итоге ответ 32,45. Два балла заработали. Переходим к заданию по номерам 9. Значит, установите соответствие между формулой вещества и реагентами. Опять же. Значит, у нас... Что у нас здесь? Оксид кальция. Значит, оксид кальция – это основный оксид. Значит, ни с чем основным у нас он не взаимодействует. Ну ладно, это только четвертый вариант. Значит, с кем еще не может взаимодействовать наш оксид кальция? Кальция не реагирует с солями, с бромидом натрия нет реакции, с хлоридом калия у него нет реакции, с сульфидом натрия у него также нет никакой реакции, то есть там ничего не происходит. Значит, оксид кальция вступает в реакцию с уксусной кислотой. Значит, основный оксид плюс кислота. Мы получаем соль, давайте уж красиво запишу, ацетат кальция плюс СО2, а, не, не СО2, просто плюс H2O. Основный оксид плюс кислота. Мы получаем соль и воду. Да, здесь никакого карбоната нет. Все, я уже еду чуть-чуть. Значит, кальция О плюс H2O. Значит, основный оксид взаимодействует с водой, если ему соответствует сильное основание. Гидроксид кальция, конечно, малорастворим, но является сильным основанием, поэтому оксид кальция, так же, как и оксид стронция, несмотря на то, что у них малорастворимые гидроксиды, их оксиды взаимодействуют с водой. Все, отлично. Ну и с азотной кислотой у нас также кислотно-основное взаимодействие. Мы получаем соль, нитрат кальция и воду. Все. Значит, здесь прям пятый вариант ложится. Дальше, H-хлор. H-хлор – это кислота. Значит, все, что связано с кислотами, мне не нравится. Хорошо, смотрим на… А, вот еще кислотный оксид потерял. Значит, остаются вот такие вот варианты. Значит, с сульфидом натрия у нас вступает в реакцию H-хлор. Это реакционного обмена. В ходе этой реакции у нас образуется сероводород и хлорид натрия. Значит, также H-хлор вступает в реакцию с аргентом НО3. Здесь у нас осадок выпадает. В предыдущей реакции газ выделялся. И здесь H-НО3 еще образуется. Так, ну и с карбонатом натрия, значит, натрий-2-СО3. С ним вступает в реакцию H-хлор. Здесь мы получим соль и новую кислоту. Кислота угольная, непрочная, распадается. У нас выделяется газ. Значит, здесь все три вещества прореагировали. Это был пункт 3. Да, это был третий пункт. В четвертом пункте H-хлор не взаимодействовал бы с нитратом лития. Там бы ничего такого крутого не образовывалось. Значит, давайте смотреть на соль. Значит, у нас соль, купрум-хлор дважды. Так, что у нас обстоит с хлоридом меди? Значит, хлорид меди – это соль, вступает в реакционного обмена. Значит, давайте предполагать, с кем не реагирует хлорид меди. Ну, с оксидами. Ну, а дальше что? С водой у нас не реагирует еще. Остаются вот такие вот варианты. Значит, у нас со вторым вариантом тоже лажа. У нас не будет с калий-хлор взаимодействовать хлорид меди-2. Давайте посмотрим, почему. Значит, у нас по реакционного обмена хлор пойдет к меди, а калий пойдет к хлору. То есть, у нас опять получились первоначальные продукты. То есть, смотрите, в реакциях ионного обмена все четыре иона, то есть, два катиона, два аниона, все они должны быть разные абсолютно. Если что-то у нас совпадает, то, как правило, такое не протекает. Ну, за исключением, например, реакции кислых солей с основаниями. Но вот между солями такое точно характерно, поэтому тут без вопроса. Остается вариант 3. В третьей реакции у нас образуется черный осадок сульфида меди с сульфидом и медью, с нитратом серебра у нас выпадает осадок аргентум-хлор, аргентум-хлор пойдет, а с СО3 и медью у нас образуется осадок, если мне не изменяет память, это карбонат меди. Либо в растворе там может еще совместный гидролиз протекать, но данный совместный гидролиз в рамках ЕГЭ не проходит. В любом случае такое взаимодействие может быть. Следовательно, ответ здесь 3. И смотрим, что нам достается для бария. Значит, барий – это у нас металл. Значит, с кем может взаимодействовать барий? Значит, барий… Ну, что здесь может подойти с… Натрием нет, с натрием бром не будет. Он, конечно, более активный, чем натрий, но в растворе там с водой будет какое-то взаимодействие. Ну, то есть, ну, нет, не будет уж. С хлоридом калия также, ну, вот с различными солями, именно с солями активных металлов тут сложно реакции написать. А с кем еще здесь? С нитратом лития тоже нет. Здесь у нас натрий, ну, конечно, более активный, но тоже в растворе он не будет с ними взаимодействовать, ни с сульфидом натрия, ни с карбонатом натрия. Вот пятый вариант здесь более очевиден, потому что барий, как активный металл, вытесняет водород из кислоты. Вот также барий окисляется азотной кислотой. Мы можем получить барий NO3 дважды. Плюс, например, если это очень разбавленная азотная кислота, мы можем нитрат аммония получить как вариант. Ну, то есть, самое главное, что не водород. И с водой также бурно реагирует. То есть, у нас здесь получается гидроксид, бария и водород. Все, значит, все три вещества взаимодействовали с нашим барием. Тут у нас вообще получился красочный ответ. 53, 35. Переходим к следующему заданию. Значит, здесь нам нужно установить соответствие между формулой вещества и реагентами, с каждым из которых может взаимодействовать. Ну, я каждый раз читаю слово задание, как будто бы оно какое-то новое. Ладно. Значит, оксид алюминия амфотерный. Амфотерные оксиды с водой не взаимодействуют, сразу говорю. Значит, с кем еще у нас не будет реакции? Ну, с простыми веществами уж. Все, давайте смотреть. Какие у нас варианты остаются? Ну, то есть, тут с йодом не реагируют и с железом нет реакции. Остается вообще вариант под номером 3. Значит, оксид алюминия растворяется в кислотах. У нас получается алюминий хлор 3 плюс H2O. Гидроксид кальция взаимодействует с оксидом алюминия. Например, при сплавлении мы можем получить алюминат кальция. Вот такое соединение. Похоже на нитрит кальция, только алюминат кальция. Что еще? С карбонатом натрия у нас возможно сплавление. Также реакция при сплавлении. Амфотерный оксид алюминия вытесняет углекислый газ из соли. Так, здесь у нас получается натрий алюминий О2, алюминат натрия и углекислый газ. Все, значит, три вещества реагируют с нашим. Соответственно, нам подходит здесь вариант под номером каким? Это вариант у нас был под номером 3. Все, значит, здесь я пишу третий вариант. Перехожу дальше. Значит, СО2 это кислотный оксид. Следовательно, со всем кислотным он у нас не взаимодействует. Значит, H-хлор убираю. Здесь у нас H2S. Ну, с H2S может он взаимодействовать. С H1O3 тоже может им окисляться. Значит, хорошо, ладно, давайте тогда их оставим. Неудачно я применил это. Потому что с сероводородом и H3 у нас существуют реакции. Но давайте смотреть. С основным оксидом есть взаимодействие, с железом взаимодействия нет. Сам с собой он не взаимодействует. И в пятом варианте нас не устраивает йод. С йодом он не будет реагировать. Поэтому здесь нам остается вариант только 4. Значит, у нас образуется сернистая кислота. Все, значит, сернистая кислота образуется с водой. Кислородом SO2 окисляется до SO3. Мы уже говорили сегодня про эту реакцию. Значит, здесь присутствие оксида в анадея 5. Данная реакция протекает. А вот с H2S, несмотря на то, что это кислотная с кислотным, здесь протекает окислительно-восстановительная реакция. Здесь сера из плюс 4 и сера из минус 2 сопропорционирует, то есть и понижает, и повышает свою степень окисления сера в 0. Данные реакции называются реакциями сопропорционирования. Поэтому данная ОВР, она легальна. Следовательно, здесь у нас будет ответ под номером 4. Дальше у нас уже фосфорная кислота. Это кислота. И тут она точно уже ни с чем кислотным. Здесь взаимодействовать не будет без исключения. Значит, пятый вариант, четвертый вариант, третий вариант, второй вариант не подходит. Остается вариант под номером 1. С основным оксидом натрия у нас образуется фосфат натрия и вода. Ну, то есть соль и вода. Железо может взаимодействовать с фосфорной кислотой. Здесь у нас будет вытеснение водорода из кислоты. Можно написать реакцию со средней солью и водородом. Либо можно написать реакцию с кислой солью какой-нибудь. То есть, например, получить дегидрофосфат железа. Сейчас, если проверим. Так, предыдущая соль у нас была феррум 3PO4 дважды, если быть точнее. Вот тут, прошу прощения. Феррум 3PO4 это фосфат железа 3. Железо 3 у нас не образуется при вытеснении водорода, потому что железо здесь максимум до плюс 2. Повышает свою степень окисления. А вот если посмотреть какой-нибудь фосфат или дегидрофосфат, то также можно написать такую реакцию. То есть, феррум HPO4 или феррум H2PO4 дважды. Такая разница возможна из-за того, что фосфорная кислота это кислота средней силы. И если уже вдаваться в вузовскую химию, то она диссоциирует только по первой ступени. Очень хорошо, соответственно, один водород еще легко как бы вытеснить. Остальные вытеснить уже сложнее. Отсюда и возможно образование кислых солей. Вот, но если постараться нагреть, взять избыток железа, то, конечно, мы получим среднюю соль. Все, ну и с карбонатом калия у нас есть реакция. Мы получаем калий-3PO4 плюс СО2 и плюс H2O. Все, здесь мы уверены в варианте под номером 1. Так, что у нас дальше остается? У нас остается медь. Значит, с кем может взаимодействовать медь? Медь это металл. Значит, металл у нас не взаимодействует с металлами. Медь не взаимодействует с водой. Второй, четвертый вариант отметаем. И медь не вытесняет водород из кислот. Следовательно, с H-хлор также не может взаимодействовать. Все, значит, остается вариант под номером 5. Давайте мы его подтвердим. Значит, медь взаимодействует с азотной кислотой, окисляется ею. Азотная кислота, окислитель за счет азота, а не водорода. Поэтому здесь возможна данная реакция. У нас образуется СОЛЬ-МЕДИ-2. Если это была концентрированная азотная кислота, то образуется ИНО-2 и H2O. Если была разбавленная, то оксид азота-4. Ну и с оксидом меди вступает в реакцию медь. Данная реакция является реакцией сопропорционирования. Мы получим оксид меди-1. С йодом медь взаимодействует, давая нам и едит меди-1. Все. То есть все три вещества взаимодействовали. Ответ 3, 4, 1, 5. Переходим к следующему заданию. Значит, здесь у нас есть углекислый газ, гидрокарбонат магния, литий и гидроксид бария. Значит, давайте мы попробуем с вами начать с СО2. Ну, с самого начала, грубо говоря. Значит, кислотный оксид углекислый газ, значит, с чем-то кислотным взаимодействовать не будет. Вот, также с азотом не взаимодействует. С чем еще здесь? Ну, здесь больше ничего кислотного не осталось. Значит, не взаимодействует с солями. Ну, то есть там с карбонатом еще может в растворе, с образованием гидрокарбоната, но с хлоридами нет. И с нитратами тоже нет. Значит, у нас что остается? У нас остается вариант 1 и вариант 3. Значит, СО2 точно не взаимодействует с сульфатом натрия, поэтому остается вариант под номером 1. СО2 реагирует с углеродом. Это реакция сопропорционирования. Мы получаем угарный газ. Магний взаимодействует с СО2. Магний – это единственный металл, который горит в атмосфере углекислого газа. Мы получаем оксид магния и углерод. Ну, и кислотный оксид взаимодействует с гидроксидом кальция, с основанием. Кислотное плюс основное – мы получаем соль, кальция, СО3 и воду. Плюс H2O. Все, значит, мы здесь уверены в варианте под номером 1. Дальше у нас есть гидрокарбонат магния. Значит, с кем может взаимодействовать гидрокарбонат магния? Ну, с углеродом он не взаимодействует, как и с магнием в целом. Что у нас еще здесь остается? Значит, гидрокарбонаты не взаимодействуют с карбонатами. Тоже не нравится такой вариант. Значит, с водородом тоже реакции такой нет. Кислые соли, как и в принципе соли, не взаимодействуют с водой. Здесь методом исключения к пятому варианту приходим. Значит, у нас здесь гидрокарбонат магния взаимодействует с H-хлор. У нас здесь образуется хлорид магния плюс СО2 и H2O. Ну, то есть у нас образуется угольная кислота, которая распадается на газ и воду. Такая реакционного обмена классная, крутая. Значит, с гидроксидом кальция у нас также есть взаимодействие. Значит, это кислая соль плюс щелочь. То есть у нас конкретно гидроксид кальция – это щелочь. Все водороды и все OH, они связываются в воду. То есть давайте подчеркну их. Остается один карбонат и магний с кальцием. Значит, у нас образуются карбонат магния и карбонат кальция. Все идеально. С силикатом натрия реакция очень интересная. Значит, если мы ее запишем, то натрий-2, силий, сома-3 взаимодействуют с гидрокарбонатом магния. Здесь у нас реакция ионного обмена, ну, такая специфичная. Здесь водороды из кислой соли образуют осадок. И что у нас остается? У нас остается один карбонат, магний и натрий. Мы получаем карбонат натрия и карбонат магния. То есть это реакция ионного обмена такая, в которой выделяются два осадка, карбонат магния и кремниевая кислота. Все. Круто. Все три вещества реагировали. Значит, это был вариант под номером 5 для пункта B. Теперь литий. Значит, литий – это металл. Металлы не взаимодействуют с металлами. Дальше смотрим, с кем может взаимодействовать литий здесь. Литий, ну, вообще, в принципе, активный металл, они не взаимодействуют с солями, потому что это возможно в растворе, а в растворе у нас будет взаимодействие конкретно с водой, поэтому соль отметается. Здесь тоже у нас соль отметается, здесь тоже у нас соль отметается, поэтому получается вариант только 4 здесь подходит. Литий активно реагирует с водой, вытесняет водород из воды. Великолепно. С азотом у нас образуется нитрид лития, с хлором у нас образуется хлорид лития. Это вариант под номером 4. Так, я потерял предыдущие варианты, допишу их. Остается гидроксид барий. Гидроксид барий – это основание. Все, что касается оснований, в вариантах 1, 3 и 5, нам не подходит. Ну и также гидроксиды не взаимодействуют с водой. Остается вариант под номером 2. Значит, купрум хлор-2 взаимодействует с гидроксидом бария. Здесь у нас реакция протекается выпадением осадка. Конкретно выпадает осадок гидроксида меди-2. Вот и побочный продукт хлорид бария. Все. С карбонатом натрия у нас есть взаимодействие у гидроксида бария. Бария OH дважды. Здесь у нас уже карбонат бария выпадает в осадок, он также нерастворим в воде. Здесь у нас 2 на 3 OH. Ну и с нитратом железа-2 также, вы удивитесь, но есть взаимодействие, раз уж методом исключения к этому пришли. Здесь уже в осадок выпадает гидроксид. Гидроксид железа-2, значит, ферру OH дважды плюс бария НО3 дважды. Ну, нитрат бария растворим, а если мы говорим про гидроксид железа-2, то это осадок. Во всех трех реакциях у нас выпали осадки. Значит, мы пишем, что нам подходит вариант по номерам 2. Значит, за это мы получили 2 балла. Двигаем к 12-му заданию. Остается 12, 13, 14, 15. 4 задания остаются. Ух! Сильно. Значит, что у нас здесь? Здесь у нас гидроксид хрома-3. Это амфотерный гидроксид. Значит, амфотерный гидроксид. Амфотерные гидроксиды не взаимодействуют с водой. Сразу скажу. Не вступают в реакцию ионного обмена с солями. Ну, все. Пришли к первому варианту. Значит, в растворе щелочи или в расплаве щелочи гидроксид хрома хорошо себя показывает. Он прям красавчик здесь. Либо мы можем получить при сплавлении хромит-лития. Либо, если это в растворе, мы вообще получим здесь комплексную соль. Гексагидроксохромат-3-лития. С азотной кислотой, с соляной кислотой у нас образуются соли, где уже гидроксид хрома себя проявляет как основание. То есть у нас образуется нитрат хрома-3, либо хлорид хрома-3 и вода. Все. Все вещества здесь взаимодействовали. Вариант 1. Дальше. Серная кислота. Это у нас кислота. Значит, давайте все, что связано с кислотами, мы тоже будем отсекать. Азотная кислота не подходит. Оксид кремния-4 кислотный нам не подходит. Азотная кислота нам тоже здесь не подходит. Остаются два варианта. Значит, с гидроксидом натрия да. Я говорю этому человечку да. Потому что основание плюс кислота – это реакция нейтрализации. Здесь у нас образуется соль и вода. Окей. Ладно, смотрим второе вещество. Калий-2О взаимодействует с серной кислотой. У нас образуется калий-2СО4 и вода. Подходит. Давайте третье вещество смотреть. Значит, купрум-СО4 уже с серной кислотой не взаимодействует. Здесь реакционного обмена какая-либо невозможна. А если мы говорим про возможность образования какой-нибудь кислой соли, то есть, например, вдруг образуется какой-нибудь гидросульфат меди. Гидросульфата меди его не существует. Можно в таблице растворимости посмотреть. Тут вопросик указан. Поэтому с сульфатом меди никакой реакции не будет. Значит, гидросульфата меди не существует. Поэтому все. Вот этот вариант я его вычеркиваю. Остается вариант под номером 4. Значит, цинк вытесняет водород из кислоты. Это у нас образование сульфата цинка и водорода. Хлорид бария вступает в реакцию ионного обмена. Соль плюс кислота. Мы получим новую кислоту, аш-хлор и новую соль. Барий пойдет к СО4. У нас сульфат бария нерастворим в воде, в осадок выпадает. Круто. Ну и гидросульфид натрия вступает в реакцию серной кислотой. Значит, все водороды пойдут к гидросульфиду. И у нас выделится газ сероводород. Ну и натрий КСО4 пойдет. Значит, натрий 2СО4. Реакцию новообмена, лежащие в этом ряду, они все протекают. Поэтому тут ответ 4. Здесь ответ 4 нам подходит. Мы двигаем дальше. Значит, дальше у нас сероводород. Сероводород – это тоже кислота. Значит, сероводород не взаимодействует с водой. С оксидом кремния 4-кислотным тоже не взаимодействует. Что бы еще такое подобрать? До чего бы еще тогда колебаться? Здесь нет взаимодействия с гидросульфидом. Значит, гидросульфид натрий, сероводород не взаимодействует. Ну, то есть, просто сульфид сероводородом дал бы гидросульфид, но кислая соль и кислота – они не взаимодействуют. Ну, то есть, кислая соль и соответствующая кислота – нет, нет, нет. Значит, сейчас вот так сделаю. Итак, смотрю вариант под номером 1. В варианте под номером 1 у нас есть ашхор-кислота, поэтому тоже минус. Остается вариант 2. Значит, основание плюс кислота H2S мы получаем соль и воду. Значит, у нас получится сульфид, натрия. С основным оксидом также возможно взаимодействие. Мы получим здесь соль и воду. И с сульфатом меди у нас протекает реакционного обмена. У нас соль плюс кислота – мы получаем новую кислоту серную и новую соль. Соль выпадает в осадок. Это черный осадок, нерастворимый в воде, нерастворимый в кислотах, нигде нерастворимый. Соответственно, из-за того, что выпал осадок, мы можем сказать, что для V у нас пункт 2 подходит. Ну и остается барий. С барьем что придумаем? Это металл. Он не взаимодействует с основаниями. С основными оксидами не взаимодействует. Ну и с металлами тоже не взаимодействует. И остается вариант под номером 3. Значит, барий тоже бурно взаимодействует с водой, как и щелочные металлы. Вытесняет водород из воды. У нас выделяется водород. С серой, ну металл плюс не металл, мы получили соль. Все, сульфид бария. С азотной кислотой барий. Ну в азотной кислоте он растворяется. Например, в разбавленной какой-нибудь кислоте мы можем получить нитрат бария и НО. В принципе, можно даже получить и Н2О или вообще азот, например. Вот, то есть здесь все, конечно, от условия задания зависит. Но в любом случае у нас барий растворяется в азотной кислоте без выделения водорода, что самое главное. Для азотной кислоты такое не характерно. Мы с вами решили задание. Два балла в кармане. Двигаемся дальше. Дальше у нас с вами еще четыре вещества, как обычно. Значит, серная кислота. Это кислота. А значит, все, что связано с кислотой, мы отметаем. Аж хлор не взаимодействует. Все, что ли? С водой у нас не взаимодействует серная кислота. Остаются вот такие вот варианты. У нас есть нитрат Стронция. Значит, давайте смотреть. С нитратом Стронция реакция ионного обмена возможна. У нас здесь выпадает в осадок сульфат Стронция. И НО3 еще выделяется. Хорошо. Оксид меди основный взаимодействует с серной кислотой. Мы получаем сульфат меди и воду. То есть, основная плюс кислотная получили соли и воду. Хорошо. Ну и сера. Она окисляется концентрированной серной кислотой. Такое возможно только для концентрированной серной кислоты. Здесь у нас выделяется СО2 и H2O. Так. Чуть-чуть поправлю себя. Ладно. Попытки щетные. Значит, все три реакции протекали. И быстро скажу, что у нас здесь с нитратом меди реакции никакой не будет. У нас реакционного обмена должна была быть, но у нас образуется растворимая соль и сильная кислота. Если нитрат меди, мы как-то попытаемся связать с H2SO4. Значит, здесь у нас ответ 4. Дальше. Гидроксид бария – это основание. Значит, все, что связано с основным, нам не нравится. Вот это не нравится. Основание. Основный оксид нам не нравится. Нам основание не нравится. Основный оксид. Значит, варианты отмели. И также железо не взаимодействует с гидроксидом бария. Ну, или как минимум с водой не взаимодействует наш гидроксид бария. Остается вариант под номером 2. Значит, с нитратом меди у нас выпадает осадок. Значит, КупрумОН дважды плюс барийНО3 дважды. Значит, у нас осадок гидроксида меди. С H-хлор у нас кислотно-основное взаимодействие, реакция нейтрализации. Основание плюс кислота – соль и вода. И с углекислым газом, с кислотным оксидом у нас образуется барийСО3 и H2O. То есть, опять же, соль и вода. Это вариант был под номером 2. Двигаемся дальше. Дальше у нас опять кислота. Значит, кислота с водой не взаимодействует. С чем-то кислотным тоже. С H-хлор не будет реагировать. Также, что нам остается? Значит, H2S не взаимодействует с серой. Поэтому мы отметаем вариант с серой. Остаются нитрат меди 2. Значит, с нитратом меди сероводород взаимодействует. Значит, у нас здесь выпадает осадок, черный осадок, сульфида меди. И азотная кислота образуется. С гидроксидом лития, кислотно-основное взаимодействие, значит, H2S, мы получаем сульфид лития и воду. Значит, нейтрализация. И основный оксид с кислотой также взаимодействует. Мы получаем соль и воду. Все, значит, здесь опять же все вещества нам подошли. Ответ 5. Ну и остается амфотерный гидроксид цинка. С кем можешь ты взаимодействовать? Ну, значит, с водой не будет взаимодействовать, с различными солями не будет взаимодействовать. Остается вариант под номером 3. Значит, гидроксид цинка может взаимодействовать с гидроксидом лития. Например, при сплавлении мы получим цинкат лития, вот такую вот соль среднюю и воду. С азотной кислотой, с соляной кислотой у нас образуются соли. Давайте напишу подробно. Значит, на примере азотной кислоты у нас образуется нитрат цинка и вода. Значит, у нас OH к водороду, вода, кислотный остаток металла, то есть похоже на нейтрализацию. Ну и точно так же H4 будет взаимодействовать, давая нам просто хлорид цинка. Все. Значит, это у нас ответ 4, 2, 5, 3. Да, это был вариант под номером 3. Значит, задание мы решили. Можем следовать дальше. Ой, вот это задание вообще интересное. Что у нас есть? У нас есть вода. С кем взаимодействует вода? Проще сказать, с кем не взаимодействует вода. Сколько мы сегодня про это говорили. Вода не взаимодействует с основаниями, с гидроксидами конкретно. С основным оксидом железа взаимодействовать не будет, поскольку вода взаимодействует только с теми оксидами, которым соответствует что-то растворимое. Какой-то растворимый гидроксид, основание, кислота. А гидроксид железа 2 нерастворимый. Соответственно, такая реакция протекать не будет. Следовательно. Отметаем этот вариант. Также вода не взаимодействует с органическим веществом метаном. Все, поэтому тут четвертый вариант тоже отмели. Остается P2O5. С кислотным оксидом у нас образуется растворимая в воде фосфорная кислота. С натрием у нас вода взаимодействует, у нас образуется гидроксид натрия. Натрий вытесняет водород из воды, образуется гидроксид и водород. И сульфид алюминия, он обозначен черточкой в таблице растворимости. Или у кого-то вопросиком он может быть обозначен. Конкретно данная соль, она необратимо гидролизуется в воде. Положительный водород идет к отрицательной серии, мы получаем сероводород. Отрицательный OH из воды идет к положительному алюминию. Мы получаем исходный гидроксид и кислоту, которую образовали нам данную соль. Следовательно, для воды вариант под номером 1 подходит. Дальше, кислород. Кислородом мы можем что-то окислять. То есть мы знаем, например, что гидроксиды не взаимодействуют с кислородом. Смотрим, где мы что можем окислить. Значит, у нас есть оксид фосфора 5. Здесь фосфор находится в высшей степени окисления. И получить какой-нибудь более высокий оксид фосфора 7 мы не сможем. Такого не существует. Дальше, что у нас остается? Второй вариант, значит, H2S. Сероводород окисляется кислородом. В недостатке образуются сера и вода. В избытке мы можем прямо СО2 получить. В целом прикольно. Оксид железа 2 можно окислить кислородом. Мы можем получить оксид железа 3. Можем железную окалину получить, как нам угодно. Значит, аммиак взаимодействует с кислородом. Опять же, в недостатке у нас окисляется азот до простого вещества. Либо, если у нас будет какой-нибудь катализатор, то до оксида азота 2. Все, все три вещества прореагировали с нашим кислородом. Это вариант по номерам 2. Сразу скажу, в четвертом варианте у нас бы с углекислым газом не взаимодействовал кислород. Все, поэтому тут отметается этот вариант. Да и с H2S тоже бы не взаимодействовал. Значит, дальше кремний. Значит, кремний, кремний, кремний. Что нам подходит для кремния? Кремний – это не металл. Что характерно для кремния? С простыми веществами взаимодействовать. Да и с растворами щелочей. Ну или, в принципе, с щелочами. Как-то. Здесь давайте наблюдать. С оксидом фосфора 5 нет. С оксидом железа нет. С оксидом углерода 4 тоже нет. С сероводородом тут нет. Остается вариант под номером 3. Значит, кремний взаимодействует с хлором. У нас образуется хлорид кремния 4. Кремний взаимодействует с гидроксидом калия. Вот мы можем здесь в растворе получить, если у нас еще вода здесь будет, мы можем получить калий 2, силициума 3 плюс водород. Вот, в целом подходит. Дальше. Кремний взаимодействует с кальцием. Мы получаем кальций 2, силициум, силицид, кальция. Значит, это у нас вариант под номером 3. Подошел. Все, значит, неужели будет ответ 1, 2, 3, 4. Так, значит, блин, к сожалению, я это стереть не могу. Давайте я другим маркером просто буду писать. Значит, сульфат меди 2. Это соль. Значит, мы надеемся на то, что будут какие-то реакционного обмена. Значит, соль не вступает в реакцию с оксидами. Вот так вот убираем. Ну, в принципе, то, что и было, вы почти вычеркнули. Значит, также не взаимодействует соль с хлором. Остается вариант под номером 5. Значит, купрум СО4 с сероводородом у нас образуют сульфид меди. И у нас еще H2SO4 образуется. Это у нас осадок выпадает по реакционному обмену. С гидроксидом натрия также вступает в реакционного обмена. Здесь у нас уже в осадок выпадает гидроксид меди, голубой осадок. Сульфид меди, черный осадок, напомню. И что еще остается? Иедит калия. Вот это очень интересная реакция. Здесь мы хотели, мы мечтали по реакционному обмену получить иедит меди 2. Но иедита меди 2 его не существует. Вместо него образуются иедит меди 1 и йод. То есть вот это окислительно-восстановительная реакция. Йод из степени окисления минус 1 в 0 переходит из-за того, что у него выражены восстановительные свойства. А медь в принципе проявляет окислительный, понижается до плюс 1, давая еще и осадок с йодом. То есть у нас образуются нерастворимые в воде иедит меди 1. Это был вариант 5. Следовательно, ответ 1, 2, 3, 5. Жалко, что не 4. Ладно, но баллы мы заработали. И последнее задание на эту часть ролика. Значит, у нас здесь сероводород. Это кислота. Значит, кислота не будет взаимодействовать с чем-то кислотным. С оксидом кремниекислотным не будет, с ашхлор кислотным не будет, с оксидом фосфора 5 тоже не будет, с ашбром не будет. Неужто остается вариант тогда четвертый? Давайте проверять. Значит, сероводород вступает в реакцию с гидроксидом калия. Это реакция кислотно-основного взаимодействия. Взаимодействия получили продукты. Брон вытесняет серу из ее кислоты. Значит, у нас получается новая кислота и новое простое вещество сера. Хорошо. Сероводород вступает в реакцию с нитратом меди. Это уже реакционного обмена. Соль плюс кислота. Мы получим новую азотную кислоту. НО3 к водороду. И новую соль. Черный осадок, который здесь выпадает. Поэтому ответ 4. Дальше. Плавиковая кислота. Ну, то есть, плавиковая кислота не взаимодействует с чем-то кислотным, кроме оксида кремния. Ну, давайте смотреть. Значит, у нас с оксидом кремния есть взаимодействие. Там образуется силициум в ТОР-4. Мы уже говорили про эту реакцию сегодня. С гидроксидом лития плавиковая кислота вступает в реакцию. Это реакция нейтрализации. Основание плюс кислота, соль и вода. И кальций вытесняет водород из кислоты. Мы получаем вторит кальция и водород. Обращаю ваше внимание, что активные металлы могут вытеснять водород из кислот, но не могут вытеснять металлы из солей. Потому что, опять же, данная реакция в растворах только протекает, а в растворах есть вода. Там скорее с водой будет реакция, чем с конкретным веществом. Поэтому мы не можем написать такую реакцию. А с кислотой можем. Все, значит, здесь у нас вариант 1 подходит. Дальше. Оксид хрома-2. Оксид хрома-2 – это основный оксид. Значит, все основное в топку. Значит, что у нас остается? Оксиду хрома-2 соответствует нерастворимой в воде желтой осады гидроксид хрома-2. Соответственно, с водой взаимодействовать он не сможет. Поэтому здесь мы можем отмести третий вариант из-за воды. Остается угарный газ. Угарный газ восстановит металл из оксида. Также основный оксид взаимодействует с кислотой. Мы получим соль, бромид хрома-2 и воду. Ну и также оксид хрома-2 можно окислить кислородом до оксида... Ну, оксид хрома-2 можно окислить кислородом до оксида хрома-3. Все. Значит, здесь у нас подошел вариант под номером 5. Ну и оксид кальция давайте смотреть. Значит, оксид кальция. Он точно так же, как и оксид хрома, не взаимодействует ни с чем основным. Но здесь нам наоборот понравится вариант под номером 3. Потому что оксид кальция взаимодействует с кислотой. Мы получим соль и воду. Также оксид может взаимодействовать с кислотным оксидом. Мы получим соль кальция-3 по О4 дважды. И в воде оксид кальция, в отличие от оксида хрома, растворяется. Мы получим кальций ОН дважды. В пятом варианте у нас с кислородом, как минимум, нет взаимодействия. Вот, поэтому... Ну и с угарным газом он тоже так себе взаимодействует. Ну, то есть, не взаимодействует практически. То есть, в пятом варианте у нас оксид кальция только с кислотой взаимодействует. Поэтому и пятый вариант для Г – нет. Третий вариант – да. И на этом мы с вами закончили решать первую половину сборника Добротина. Ну, конкретно, седьмые задания из этого сборника. Надеюсь, что при подготовке к экзаменам вы пользуетесь этим сборником. Советую его приобрести, чтобы решать по нему пробники, оценивать уровень своих знаний. Потому что варианты здесь такие. И конкретно первая часть достаточно приближена к уровню реального экзамена. Вот. Ну, также советую вам на этот канал подписаться, поставить колокольчик, чтобы не пропустить такое же решение, такой же разбор заданий номер 7, но уже оставшихся 15 заданий. На этом я заканчиваю свой разговор. Всем спасибо за этот урок. На связи был ваш препод по химии Богдан Чагин. Встретимся на открытых онлайн занятиях. И встретимся в других роликах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...